Доброе время, друзья, с вами, как всегда, Арталаски со своими странными идеями. В общем, мне хотелось выпускать видео почаще, но пока, к сожалению, такой возможности нет, поэтому хотя бы раз в недельку-две я считаю это уже успех. В общем-то, недавно я выпускал ролик про то, что начал делать игру про грабежи караванов, и мне очень греет душу, что она так зашла в аудитории, однако некоторые комментарии выпустили скупую мужскую слезиночку. Да, Этернел был заморожен долгое время из-за недостатка идей и вообще понимания, каким будет геймплей. Впрочем, я более подробно рассказывал об этом на интервью у Жени Гришакова, и у него же я посмотрел про HTML5 игры и начал более глубоко вникать в эту тему. Весь день пролазил на этих Яндекс.Игры и играл во всякую дичь. Какая-то мне даже понравилась, хотя в основном это очень жесткие асид флипы. Но, посмотрев на качество этих игр и количество игроков в них, я в очередной раз понял, что слишком заморачиваюсь и докапываюсь до мелочей, на которые многие даже внимания не обратят никогда. А вот посмотрев свой богатый сборник недоделок, я остановился на Этермал и подумал, что сделаю его так же просто и быстро, как эти жесткие асид флипы, созданные реально на коленке просто. И пока в нее будут играть и приносить денежку с рекламы, я буду его дорабатывать уже до такого состояния, которое меня устроит. Первым делом я занялся оптимизацией игры, ибо билд весил почти гигабайт, что для браузерной игры как бы неправильно, да и на яндекс играх ограничение по весу билда до 200 мегабайт кажется, ну там плюс-минус. Путем сжимания качества звуков, подключения музыки, сжимания текстур, компрессии, анимации и удаления лайтмапов мне получилось срезать где-то 80% веса и сейчас билд весит около 100 мегабайт, мне бы к лету так худеть. В общем как-нибудь сниму об этом видео, и кстати тестировать игру на оптимизацию тоже оказалось не так-то просто, нужно создать билд по html5 и либо загрузить его на свой собственный сайт, либо создавать выделенный сервер на комбе, второй вариант мне показался более предпочтительным и быстрым, поэтому через программу ксамп я запускал сервер на котором открывал уже свой билд, в противном случае браузер будет выдавать ошибку и не станет запускать билд, ну это определенные меры безопасности. Затем мне пришлось переделывать интеллект врагов, опять, ибо оно оказалось очень уж глючным, я делал его еще не имея достаточно опыта в этом, но мой девиз делай как умеешь, даже если не умеешь. В общем три вечера подряд после рабочего дня я до четырех утра сидел и делал нормальный интеллект, правил баги, что-то улучшал, что-то вырезал, переделал эти ветки, древо, в общем это же все на бихайвер дизайнер сделано. И в какой-то момент у меня появилось некоторое понимание того, что я хочу получить в итоге. Когда дело дошло до создания уровня я снова впал в ступор, ибо это основная причина по которой Этернл заморозился. Сначала это должен был быть коридорный шутер а-ля Doom. Внезапно, правда? Потом я как всегда начал усложнять и превращать в долгострой, что впрочем это тоже как всегда. Стал делать прототип уровней как в метроидване, чтобы это была большая зона, ну или вообще небольшой открытый мир. Это мы тоже кажется уже проходили. Наконец я заморочился с генерацией подземелий, а это что-то новенькое. И это был по сути рогалик, в котором уровни генерировались каждый раз по-новому, стояли оружейные сундуки, появлялись новые монстры, в общем это был рогалик только от первого лица. Идея мне очень нравилась, но были трудности с которыми я тогда не смог справиться, опять же куча багов, и как бы играть можно, но такое себе. А сейчас я решил, что это долгострой из-за количества контента, который предстоит сделать. Но рано или поздно я сделаю шутер рогалик, возможно даже из этой игры, посмотрим. Но сейчас я решил вернуться к истокам. В последнее время я стал опираться на очень старые игры. Потому что они во первых очень душевно сделаны, во вторых они технически довольно простые, в большинстве случаев. И наконец они достаточно неплохо выглядят даже с учетом жесточайших ограничений по графике в те времена. Ситуация на HTML5 довольно похожая, но то что раньше делали целый оравый, сейчас можно сделать в одного в два человека. И это будет хорошая и интересная игра. На протяжении некоторого времени я анализировал первые части дума каждый уровень, наделал себе кучу скриншотов и сохранял схему уровней. И мне это очень помогает, когда я начинаю тупить или хочу сделать что-то новое на уровне, но не знаю что. Какую-то необычную геометрию, какую-то прикольную комнату, арену. И тогда я смотрю на эти скриншоты, нахожу понравившийся участок и делаю что-то похожее в своей игре. Впрочем я уже выработал четкий пайплайн по созданию уровней для этого шутера и думаю про это тоже можно было бы снять видосик, потому что такой подход очень сильно упрощает процесс. Но тут уже от вас зависит интересно вам или нет. А собственно почему HTML5? Во-первых, это банально быстрее и проще. Я не докапываюсь до мелочей, ибо игра бесплатная и фраза и так сойдет меня здесь прям спасает. Я успокаиваю себя, что баги и недоработки есть и в AAA проектах, которые делают профессиональные бородатые дядьки. В общем я могу спокойно делать игру не утопая в деталях и не теряя на них кучу времени. А значит это позволит мне выпустить побольше игр в ближайшее время. Изначально-то я планировал Google Play для этих целей, но сейчас туда не зайти без VPN и доверия к подобному партнерству у меня как-то не возникает. К тому же это лишние сложности и заморочки, которые можно избежать, работая на похожей платформе по похожей схеме, только уже в рублях и без VPN. На данный момент это не плохая возможность получать доход с бесплатных игр, но одним HTML5 понятное дело ограничиваться не стоит. Консоли сейчас выплачивают очень туго, если вообще выплачивают, но тоже все зависит от издателя. Я, например, ждал выплату с Пулкан Байбай больше чем полугода, а за Dark Souls все еще жду, но вот-вот уже должно прийти. Поэтому билд для консолей я буду делать в самую последнюю очередь, однако радует Steam. Проблемы были, но все решилось относительно быстро и выплата приходит довольно стабильно, ну не довольно, а стабильно каждый месяц, все окей, хотя заморочки с покупкой слота за нормальный такой оверпрайз, чтобы выложить туда новую игру, меня вот как-то вообще не радует. Но у меня есть свободный слот Steam Direct еще со времен Greenlight, а это значит, что после релиза HTML5 версии можно заняться и билдом для стима. Игра в стиме будет платной и не дешевой, но и собственно не очень-то дорогой, впрочем-то для вас конечно же скидочка, как же без этого. В общем, игра платная, поэтому отношение к ней уже серьезнее, нужно будет править найденные баги, улучшать уровни, как минимум нормально свет расставить, потому что HTML5 с этим довольно сложно, либо проседает фпс от реалтаймовского света, либо нужно запекать свет, но тогда лайтмапы, которые весят очень много, они хреново ужимаются и прям нормально так добавляют веса билду. Поэтому большинство 3д игр в HTML5 вообще без теней и какого-либо освещения, ну разве что какие-то гиперпозуалки, в которых ну все очень просто и там трудно что-то сломать светом. А также предстоит добавить новые локации, соответственно новые уровни, парочку боссов, новых пушек и конечно же всякие красивые менюшки и экранчики. В HTML5 с этим можно вообще не заморачиваться. Наконец билд для консолей будет прям самым-самым. Уж простите, но пока что основная часть прибыли с игр у меня от консольщиков, нечего личного, просто бизнес. В общем для консольной версии я добавлю еще одну локацию с новыми уровнями, врагами, несколькими новыми пушками и боссом, но самый сок будет в наличии катсцен и повествования сюжета, на которые и уйдет основная часть времени разработки, из-за которой можно еще одну игру сделать. По хорошему бы этот билд потом перезалить и на стим, но посмотрим на количество продаж, если оно будет не очень, то обновленный билд можно будет отдать издателю, чтобы захватить его аудиторию, для меня по сути новую, и выжать из этой игры еще какие-то соки, так что мне кажется звучит как план. А что касается html5 версии, поиграть в нее можно будет уже в декабре этого года, а сейчас кстати декабрь, всех с праздниками наступающими, с первыми днями зимы, кажется с третьим или четвертым, что ж, как только игра станет доступна, я сделаю пост в своем инстаграм и вконтакте, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а с вами как всегда был Арталаски, пока, или лучше эту руку, о, вот этой красивее, с вами как всегда был Арталаски, пока! Субтитры сделал DimaTorzok